В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 70 лет на страже безопасности специальные пожарные подразделения отметили свой юбилей. Будущие защитники Родины, школьники Сарова приняли участие в военных сборах. Правила дорожного движения, оказание медицинской помощи, фигурное вождение. Определены победители и призеры конкурса «Мой друг велосипед». Далее расскажем обо всем подробно. Эти люди в прямом смысле слова считают каждую минуту и не понаслышке знают о ценности времени. Специальное управление Федеральной пожарной службы номер 4 отмечает юбилей со дня образования. Вот уже на протяжении 70 лет сотрудники пожарных частей одними из первых приходят на помощь горожанам. И порой с риском для собственной жизни спасают других. Бороться с огнем и рисковать свою жизнь ради спасения других на такое способен не каждый. Но для пожарных это привычное дело. Свою работу они не считают особым подвигом и говорят, что пожарные – это не профессия. Это призвание. Хочу выразить огромную благодарность действующим сотрудникам за ваш ратный труд на благо родного города и государства в целом. Ваш высокий уровень мастерства, богатый практический опыт, готовность выполнить свой долг снискали авторитет у горожан, руководства города и охраняемого объекта. В Сарове специальное управление образовалось 22 мая 1948 года. И с тех пор ее сотрудники 24 часа в сутки, 7 дней в неделю оберегают покой жителей нашего города. На празднование знаменательной даты пригласили не только действующих сотрудников, но и тех, кто стоял у истоков создания пожарной службы. Хочу выразить слова благодарности всем ветеранам. Спасибо вам за вашу работу. Именно благодаря вам за все эти годы удалось достигнуть высоких показателей и не допустить серьезных аварий и катастроф на охраняемых объектах. Пропустить столь важное событие не смог и старейший житель Сарова, ветеран пожарной охраны Федор Мамонов. Он также поздравил своих коллег с профессиональным праздником и получил из рук Дмитрия Зотова ведомственную медаль. Я хочу вам вручить юбилейную медаль 70 лет. Сотрудники Федеральной пожарной службы номер 4 не только оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, но и принимают активное участие в жизни города. Проводят профилактические работы со школьниками, становятся участниками различных мероприятий в сфере культуры и спорта. Поздравить коллектив с круглой датой пришли и первые лица города. Саров – город мирового значения. Мы все достойны особых условий нашей жизни. И то, чем занимаетесь вы в профессиональном плане, конечно, основная, одна из основных и значимых частей этого нашего совместного дела. Поэтому мы все поздравляем вас с праздником, желаем вам профессиональных успехов и сухих рукавов. В честь празднования юбилея сотрудников специальных пожарных частей наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями за многолетний безупречный труд «Высокий профессионализм». Поздравили саровских спасателей и коллеги из других закрытых городов. И даже подготовили творческий сюрприз. В честь праздника огнеборцы подготовили подарок и для жителей нашего города – интерактивную выставку. Взрослые дети смогли поближе познакомиться с пожарной техникой, которая стоит на вооружении нашего города, и примерить на себя настоящую амуницию огнеборца. Мария Рунч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Сотрудники пожарной охраны круглосуточно обеспечивают безопасность жителей нашего города. Так, на прошедшей неделе бригады пожарно-спасательных подразделений Сарова выезжали по вызову 24 раза. Возгорание происходило в жилых домах по улицам Силкина, Курчатова и Юности. В последнее время участились поджогы на лестничных клетках. Один из таких произошел в подъезде дома 10 по улице Куйбышева. Черные закопченные стены, аж до пятого этажа, сгоревшая проводка и полное отсутствие света в подъезде. Такой неприятный сюрприз жителям дома номер 10 по улице Куйбышева подкинули злоумышленники, решившие поджечь детскую коляску на лестничной клетке. Пожар случился днем 21 мая, но запах гари до сих пор витает в воздухе. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия чьей-то злой шутки. В первую очередь выбрасываем мусор, все, что там сгорело, начинаем отмывать стены, очищать. Оценка ущерба идет. Оценили, мы смотрим, если повреждены конструкции, угрожают жизни здоровой, то мы это сразу начинаем ремонтировать. Если это так закопченность, то вносим в график предварительных работ и потом начинаем ремонтировать. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в полвторого дня. Через пять минут спасатели уже были на месте. Звонившие сообщили, что загорелась квартира. Поэтому первым делом огнеборцы эвакуировали девушку из задымленного жилого помещения на втором этаже. И только после этого ликвидировали очаг возгорания. В результате пожара пострадала детская коляска и одна из входных дверей в подъезд. Они встают в очередь именно таких же подъездов, в которых произошел пожар. А так они ремонтируются в первую очередь. С расчисткой, с поклеванием. Весь комплекс работ, которые заложены по ремонту стен. Окраска вся та же самая. По факту пожара проведена предварительная проверка причины возгорания поджог. Так же, как и в доме номер 8 по улице Юности. Здесь новая управляющая компания полным ходом устраняет последствия пожара. Уже восстановлено электричество и интернет. Сейчас пытаются очистить черные стены. В этом доме злоумышленники тоже подожгли коляску, а также кресло, которое находилось на лестничной клетке. Серия – это правонарушение или печальное совпадение – будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Дарья Цапорина, Артемий Глазков, Сергей Рявов, служба новостей Саров, 24. Департамент городского хозяйства напоминает, что купание в фонтанах опасно для здоровья. Поскольку на дне чаш находится множество металлических конструкций. Падение на них может принести серьезный вред как детям, так и взрослым. В летний сезон 2018 года в Сарове работают два фонтана на проспекте Мира и в театральном сквере. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 31 мая в нашем городе пройдет акция «День бесплатной юридической помощи». Безвозмездные консультации для саровчан проведут представители межрегиональной коллегии адвокатов. Акция пройдет по адресу улицы Паневская, 20А, первый этаж с 10 утра и до часа дня. Стартовал второй сезон проекта «Десять атомных песен» в рамках программы «Территория культуры Росатома». В городах присутствия предприятий атомной отрасли будет снято 10 клипов, в которых примут участие местные исполнители и музыкальные коллективы. На официальном сайте проекта запущено онлайн-голосование за песни, на которые будут сняты клипы, а также регистрации желающих принять участие в их записи. С 28 мая Центр внешкольной работы запускает практику дворовых площадок. Соревнования, творческие конкурсы, турниры, спортивно-развлекательные программы для детей от 10 до 17 лет будут проходить во дворах по улицам. Московская – 21, Силкина – 20, Казамазова – 10, Юности – 31, а также на стадионах 10-й и 13-й школ и хоккейной коробке «Сокол». Площадки будут работать до 31 августа в будние дни с 16 до 20 часов. Вот уже на протяжении 15 лет каждый год в конце мая ученики 10-х классов школ города принимают участие в военных сборах. Ребятам показывают быт и условия службы солдат-срочников, проводят экскурсии и показательные выступления подразделений спецназа. А также вывозят на войсковое стрельбище, чтобы на практике показать, с чем будущим защитникам Родины придется столкнуться в армии. Никогда не рылокоп. Пожалуйста, не держал в руках автомат Калашникова. Нет проблем. В глаза не видела костюм химзащиты? Бери, примеряй на время. Ежегодные военные сборы – место, где 10-ти классники могут по-настоящему почувствовать себя мужчинами. Испытать тяготы службы в армии в миниатюре. Никита Волгапкин самым интересным для себя на этих сборах отметил начальную медицинскую подготовку. Нужно в любом случае уметь помогать людям, оберегать их жизнь и здоровье. Я думаю, что настоящий мужчина обязан уметь защищать семью, своих родных, своих достоинств в первую очередь. По словам военных врачей, умение останавливать кровотечение – основа военной медицины. Поэтому школьникам рассказывали и показывали, как правильно накладывать жгут, какие подручные средства использовать и как не навредить пострадавшему. Жгут на шею накладывается только в критической ситуации, при наличии кровотечения из артериальных сосудов области шеи. Молодые люди с удовольствием не только разбирали и собирали автоматы. Каждый мог попробовать свои силы в кроссе на один километр и подтягивание. К колорита сборам добавляли неутихающие раскаты выстрелов автоматического оружия и военная техника, снующие по расположению стрельбища. Основная задача или цель этих сборов – закрепление знаний, теоретических знаний, которые ребята получили на школах, на занятиях по ОБЖ, разделу основы военной службы, на практике. А также это тоже является подготовкой их к службе в армии. Атмосферой сборов и новыми знаниями десятиклассники остались довольны. По мнению организаторов, это очень хорошая практика для ребят. Возможно, кто-то из них сегодня уже задумался о карьере профессионального военного. А значит, все то, что школьники испытали на себе сегодня, не напрасно. Кирилл Басенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Напутственные слова от педагогов получены. Защитные шлемы на колене кинодеты. Значит, можно отправляться в путь. На стадионе 16-й школы соревновались юные велосипедисты из-за различных образовательных учреждений города. Традиционный конкурс «Мой друг велосипед» состоял из нескольких этапов. Проверка знаний правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, а также фигурное вождение велосипеда. В шесть лет Виктор понял, что на велосипеде можно весело кататься с друзьями во дворе. Со временем юноша стал серьезнее относиться к двухколесному транспортному средству. Да и территория поездок значительно расширилась. Городской конкурс стал для него своеобразной проверкой на мастерство и безопасное вождение. Для велосипедиста важно знать правила дорожного движения, так как велосипедисты являются участниками дорожного движения. Всем участникам соревнований предстояло пройти несколько этапов, на которых проверяли их знания правил дорожного движения и практические навыки езды. Если для кого-то фигурное вождение – это сложно, то для Виктора это самое простое задание. Фигурное вождение – самый зрелищный этап турнира. Проехать змейку и не сбить ограничители получилось не у всех. На короткой дистанции нужно продемонстрировать аккуратность езды, умение маневрировать и действовать в ограниченном пространстве. Во-первых, это отработка профессиональных качеств, уверенно управлять данным транспортным средством, то есть велосипедом. В одном из заданий ребятам предлагалось построить оптимальный маршрут движения из пункта А в пункт Б, а также доказать его безопасность. Дорога полна неожиданностей, поэтому обязательно проверяли умение детей оказывать первую медицинскую помощь. Все задания соревнований направлены в первую очередь на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Это самая главная цель. Напомнить ребятам о том, что впереди каникулы больше свободного времени появляется, больше пользуемся всевозможными средствами передвижения. Поэтому в первую очередь мы вспоминаем и теорию, и практику вождения, и напоминаем о том, что нужно пользоваться защитой. Задача соревнований напомнить детям, что велосипед становится другом только в умелых руках. И чтобы езда приносила радость, нужно знать правила безопасного вождения. Елена Грязкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» прочно вошла в программу физического воспитания подрастающего поколения. Сегодня за право обладать почетными знаками ГТО могут побороться все жители нашей страны, начиная с шести лет. О том, какие нормативы комплекса сдают дошкольники и как ребята готовятся к первому в своей жизни спортивному тестированию, расскажем в следующем репортаже. Воспитанников и педагогов детского сада номер 9 в нашем городе считают первопроходцами в сдаче норм ГТО среди дошкольников. В прошлом году они впервые решились на спортивное тестирование детей. В этом году количество ребят, которые решили сдавать нормативы, заметно увеличилось. Примером для них послужили старшие ребята. В этом году проходил праздник, посвященный вручению значков ГТО. Наши школьники уже пришли к нашим деткам. Детки посмотрели, на эти значки захотели тоже их заработать в этом году. И вот сегодня мы представляем уже второе поколение. Бег на 100 метров, подтягивания, отжимания и подъем тыловища из положения лежа, наклоны и прыжки. Дошколя там было, где себя проявить. Чтобы дети показывали высокие результаты в день тестирования, сотрудники сада ведут с подопечными долгую и кропотливую работу в течение всего учебного года. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые настолько возможны в городе, на занятиях физкультуры, я лично на зарядке, на выгорах подвижных. На вопрос, в каком возрасте лучше выполнять тестирование комплекса ГТО, и воспитатели детских садов, и сотрудники центра тестирования единогласно отвечают. Чем раньше, тем лучше. Это очень важно. Тем раньше приобщишься к физкультуре и спорту, тем ты будешь здоровее, тем здоровый образ жизни будешь вести. Когда с маловеса привыкаешь к физическим упражнениям, это дисциплинирует. Нормативы ГТО может сдать любой желающий. Для того, чтобы попасть на тестирование, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале gto.ru, записаться на и нужные испытания в муниципальном центре тестирования и в назначенный день прийти на стадион. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.